так от винта 9 литров у нас надо будет завтра канистру взять это сегодня хватит а завтра уже мало будет керосина и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта! Сейчас мы покажем вам ролик, как помыть планер. Наш планер вчера сильно испачкался, весь в пылище. Поэтому мы нашли место, где рядом с ливневым облаком нас немножечко как бы подымает. И моем планер. Вот по крылу видно течет водичка. Тут хороший склон, на него дует ветер. Подходит очаг осадков. И мы, видите, под самой кромкой облака. Облака сегодня низкие. Они такие страшные. Вот видите, вот трым-трым-трым-трым-трым. Немножечко раз. Водички. Потом оп! И чуть-чуть в сторону отходим. Водичку смыли. Но при этом это, заметьте, я летаю на 150 км в час. На 150, потому что на этой скорости очень хорошо моет пыль. А крыло грязное. При этом это не гроза ни в коем-разе. Это достаточно низкая облачность. Это обычное ливневое облако. Достаточно массивное. Естественно, я посмотрел перед этим, что ни турбулентности нету. Ну, полетел поближе, посмотрел. Оно достаточно стабильно, стационарно, никуда не движется. И в этом случае, ну, вот так вот можно рядышком полетать и помыть крыло. Но сейчас, наверное, надо немножечко снизиться, а то мы высоковато. По фонарю идут звездные войны. Видите, летят струйки водички. Выглядит, конечно, это все феерично. И нас постоянно продолжает подымать. Можно вообще, в принципе, полетать рядышком вот с этой всей конструкцией. Можно высунуть нос и посмотреть, а что там дальше. Что там, допустим, водится, куда мы там дальше полетим. Видите, мы разведывательно нос высунули. И сейчас вернемся. Потому что не закончена наша мойка еще. Я думаю, что надо еще немножко помыться. Красиво? Ага. А там уже бусует ливень. Потоки дождя идут. Вот вам красотища какая. Сколько воды льется. Огромное совершенно ее количество льется. И мы по фронту этого образования гуляем. То есть вот эта вот ливневая конструкция, она будет медленно, уверенно двигаться на город Сестерон. Вот сейчас вот покажу вам, будет он на ваших голубых экранах. Вот за тем холмом город Сестерон. И медленно на него будет вот эта конструкция из облаков сдвигаться. И скоро дождь оттуда дойдет, возможно. А возможно, она просто здесь проплачет. Не стоит повторять это. Вот давайте я на вас посмотрю и скажу. Подобное повторять не нужно без хорошего знания местности и привычек ваших местных гроз. Потому что конкретно, ну или ливней. Конкретно здесь можно так делать, потому что ливень стационарный. То есть это вот давно висит. Мы подошли, все посмотрели, пощупали, понюхали. Убедились, что это безопасно. И дальше вот сняли вам ролик. Чаще всего гроза летит вперед, перемалывая огромное количество воздуха. То есть она, получается, засасывает воздух на своем фронте, всасывает. И движется, и как пылесос, вот это все топливо, как лесной пожар. То есть она перемалывает теплый, влажный воздух. Это является топливом для грозы. Ну и для очагов ливневых. Это, в принципе, все одно и то же. Близко по характеру. Просто гроза – это более высотное образование, больше энергетики и возможность делать молнии. Потому что перемещающиеся вертикальные воздушные массы переносят статическое электричество, образуют разных потенциалов. И бах-бабах, и получается молния. Может ли у молния попасть в планер? Может. Но для того, чтобы понять, что это гроза, и туда не стоит лететь, достаточно отлететь в сторону, посмотреть на высоту кропки этих облаков, то есть верхнюю штуку. То есть у нас сейчас вот это вот облако, несмотря на его веселье, то, что идет ливень, оно высотой не выше 5 километров. А гроза, как правило, она уже на 12 километров. Вертушечка идет. Поэтому в таком облаке нет молний, нет грома. Мы внимательно слушаем. Мало того, у нас включена рация. Обычно, когда накапливается статическое электричество, рация делает так – пшик, пшик. То есть если рация запшикнула под облаком, значит точно пора ноги делать. Вот делюсь с вами такими профессиональными секретами. Надеюсь, что вам все нравится. Какой у нас план дальше? Дальше у нас план улетать отсюда. Я думаю, что я достаточно нашалился. Показал вам, как моет планер. И теперь смотрите к вопросу о том, как убежать от облака такого. Ну вот видите, да, облако мне тут не нравится. Вот я отворачиваю, опускаю нос вниз, разгоняю планер до 250 км в час. И вот только мы и видели эту всю штуку. Она остается далеко сзади. А я сейчас через 30 секунд буду набирать высоту под солнышком. То есть вот это является огромным преимуществом планера – вот эта возможность летать быстро. Вот при этом, конечно, на отходе от этой всей конструкции мы включаем… Посмотрите, какие минуса. Минус 4,6 метра в секунду. То есть минуса-то огромные рядом с таким облаком. И поэтому это надо учитывать, иметь всегда запас высоты. Поэтому я набирал не просто так, а для того, чтобы остаться в безопасной конфигурации. У нас придерживать начинаются сходящие потоки. Можете посмотреть. Это же самому интересно, как там… Сейчас поверну немножко боком планер. Ну вот, да, там море, осадка. Ну очень красиво. Если бы еще немножко светило солнце удачнее, были бы еще и радуги. Но, к сожалению, радуг нету. Поэтому без радуг сегодня. А вот я подхожу к следующему облаку рабочему. Здесь, собственно, буду набирать высоту. Обратите внимание пристально. Игорь, а ты возьми ручку, 180 лети. Посмотри, видишь, с правой стороны облако вторичное образовалось на склоне. Друзья, посмотрите, какая красота. Падают осадки. Ну, дождь падает. Вот, огромное количество воды туда, где крыло показывает. И все это вызывает движение воздуха от, в данном случае, видимо, грозы. Влажный воздух попадает на склон, происходит конденсация, образуется низовое такое облако. Закручивает вправо, закручивает, закручивает. Давай уж влево, ладно, ничего страшного. Влево, так влево. И давай, добери кромочку, потому что сейчас нам высота нужна будет. Высота сейчас отважная. Да-да-да, вернусь немножко в поток. Мы сейчас, опять же, не так далеко от этой всей конструкции. Набираем высоту, и дальше вдоль этого фронта образования можем пойти. И давайте я вам пока расскажу историю, как я попал в настоящую грозу. Когда мне было 20... Сколько же мне было это лет? 24 года было. Я попал в стальню на соревнования на противокубок мира. И в один из летных дней на параплане я попал под такое серенькое небольшое облачко. Как мне казалось, что ничего там страшного нет и не будет. Это облачко мгдовенно просто бак-бабак сконцентрировалось. И я набирал спокойно, 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 спокойно. Потом меня просто взяло и пуля туда ч-пунь сосала. Скорость потока была 15 метров в секунду. Я на параплане могу снижаться 20 метров в секунду вниз. Попробовал, сделал, может быть, метров 100-150 сбросил. Но потом меня в какой-то момент там замотало. И получилось так, что... В общем, выплюнуло. А я сразу опять набрал высоту. Начало обледеневать. Давай я возьму ручку, пошли дальше. То есть случилось обледенение. Уже не с планером, а с парапланом. Он льдом покрывался. А самое неприятное, что покрывался льдом еще и я. Было очень холодно, очень противно, мокро. Я там одевал перчатки и так далее. В общем, меня подняло почти на 6 километров. И уже не хватало воздуха. Было все отвратительно. Спасло меня то, что я на GPS-е смог настроить... Ну, как мы сейчас летим, допустим. Вот такой же был экранчик. Это был Гармин 12-й древний, как черти что. И вот в Гармине 12-м я смог понять, что меня вращают по кругу. Что мне казалось, что я лечу по прямой, а меня очень быстро вращало за 3 секунды оборот. По кругу. И я повис на одной стропе управления. Заставил планер лететь по прямой. Фу, планер, параплан. И тем самым выскочил из облака. Было, конечно, очень красиво. Такой облачный коридор шикарный. Ну, вот это был тот день, когда я чуть было не расстался с жизнью. То есть еще немножко засосал, потерял сознание. И, в общем, все. Так, а мы попадаем в какой-то еще один очаг осадков. Вот, посмотрите, тут видно даже, как с неба вода падает. Нам хватает высоты переплывания через гору. Вот я показываю вам вторичную область. То есть, видите, как получается? Огромное количество влаги упало вниз. Влажный воздух подтягивает к склонам. И какие-то небольшие кусочки освещенности образуются облачные. То есть, ну, прям фантастически красивая погода. Ну, дождь опять. В данном случае я увеличиваю скорость, чтобы быстрее лететь. Потому что, на самом деле, конечно, аэродинамическая планера, качество падает довольно прилично. Из-за того, что на короле далеко не ламинарное обтекание. Каждая вот эта вот капелька воды, она образует турбулентность. И наш профиль изначально ламинарный. Он должен работать полированным. Ну, а тут от полировки ничего не остается. Ну, и вот снижение 3,8-3,9 метра в секунду. Чем опасна зона осадков всегда? Тем, что там вода, которая падает вниз, увлекает за собой воздух. Капельки воды увлекают за собой воздух. Соответственно, идет мощный нисходящий поток. И можно потерять довольно много высоты. Вот у нас продолжается. Сейчас снижение 3,5 метра в секунду. Ну, впереди облако, под которым мы сейчас наберем. Если мы там не наберем, у нас запасной аэродром Гапталарт. Запасной аэродром Лимон-Духер. Но набрать такую активную погоду, когда просто все вокруг кипит энергии, достаточно сложно. Я сейчас исследую облака, под которое попал. Сделаю небольшой брым-брым. Ну, если нет, так... Ну, там следующие облака, на которые я, наверное, скажу. Да, пожалуй, я туда пойду. Сейчас, видите, крыло высохло уже. То есть, вот эта высокая скорость позволяет воду сбросить довольно быстро. И теперь мне уже незачем лететь на очень высокой скорости. Я могу уменьшить до 150. И говорит, забирай ручку. И прямо по курс облака под ним будем набирать. И мы долетели. Вот у нас где-то в осадках озера Сирпансон. С правой стороны паркур. Вот там наш домашний аэродром. Ну, то есть, мы тут где-то на районе развлекаемся, сгибаем вам веселые ромлики. Так вот, опыт с грозой закончился положительно. Я очень уважительно с тех пор начал относиться к грозам. И, конечно, на параплане там прям... Я мало того, когда на планере много летал, я сейчас заметил очень неприятный эффект, который вот конкретно для тихоходной техники. Когда гроза, когда мощное даже ливневое облако, облако всасывает в воздух. Причем всасывает может со скоростью 20 метров в секунду. Но оно где-то его берет. И не берет его на самом деле не снизу. Он его подтягивает с боков. И, представляете, к облаку тянет воздух со скоростью, ну, пусть 15, ну, 20 метров в секунду. Это там 50 км в час. И вы на параплане пытаетесь вылететь из-под облака, а вам навстречу несется в эту топку, в эту бездную энергию набегающий поток. Именно это может не сделать возможным уход от грозы. То есть мы, вот видите, от ливневого облака сбежали, но это планер, у него 250 км в час, спокойно можно из него выжать. Но на параплане такого быть может и не получится. Поэтому крайне будьте осторожны. И если видите, образуется мощное облако, даже вот такое вот на самом деле ливневое, видите, то есть под ним, достаточно мощное, до 10 метров в секунду, вот я включал потоки под облаком, которое не громыхает. Вот оно спокойненько, ласковое облачко такое. Чуть дождик с него капает, но там может засасать, но он не покажется. Так что вот такой эксклуз в жизни облаков. Вот, а мы, значит, будем сейчас вот под этим облаком над нами заниматься, набирать высоту. Эхи-гей, до новых встреч, друзья. Будьте уважительны и грозам. И ливневым облакам это все-таки штука серьезная. Поэтому так как мы, допустим, взять, подлететь и заснять что-то, но можно, но повторю, только в том случае, если вы абсолютно понимаете, что вы делаете. Вот то, что я говорил про высоту. Видите, это все невысокое. То есть это очень ярко развивающаяся облачь, но есть вот этот второй слой растекания, который глушит все. Нет, башни не растут ввысь до высоты 12 километров, когда действительно жесткие грозы. То есть сегодня вот такой день, он такой был по прогнозу, ливневые осадки. И вот ливневые, это можно. А грозы с молниями лучше не шалите. До новых встреч. Погода бомба. Контент огонь. От Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...